Идея самого парка возникла у нашего генерального из-за того, что он путешественник. Он ходит на путешествия, он выезжает в Хантамансийск, у него много друзей там. И вот у него возникло, почему бы не сделать культуру кочующих народов здесь, в России. И первый, когда он сделал, это был сейчас 2011 год. Там у нас были типы, первые типы. Там было первое, как говорится, у нас начало. Собачки, игры, конкурсы. Он еще профессиональный альпинист, у нас еще есть альпинизм. И потом он это все решил совместить. А почему не совместить? Культуру кочующих народов и собак. Поэтому назвали хаски-парк. Когда людям задаешь вопрос, хаски. Ну все понимают, что хаски это собака. Ну это собака, когда вы ее видите. А тут вы можете и потрогать, и полоскаться с ней, и пообниматься, и покататься. Я 25 лет в цирке отработал. Я бывший акробат. Я в цирке работал, акробат и на верблюдах. Был такой шикарный номер, караван. Вот, это Горного Памира, Кирназарова Иисупова. А также Восточная фантазия, Романа Белей. Вот куда я попал, я попал в номер акробата на верблюдах под руководством заслуженной артистки Ташкенбаевой. Тогда у нас же было это, да, вот, Узбекская СССР. И итальянца Романа Белей. Они приехали в Россию здесь, тогда в Советский Союз были. Вот. И они сделали номер на верблюдах. Был шикарный номер. Мы готовим. У нас здесь, так сказать, кухня. Здесь у нас готовится чай. Чай непростой, немагазинный. В него входит 10 трав. Шиповник сюда, листья зверобоя входят. Что туда еще? Чистотел, да, мята. Все, все, что для здоровья. И когда этот чай настаивается, вот, и ребятишки приходят сюда, и взрослый, чай очень отличный. Это у нас игровая площадка. Это игровая площадка. Здесь у нас проходят, как говорится, если заметили, вот, один столбик, вот, вторая, кучки сигал. Они их оббегают. Они оббегают, здесь проходит игровая площадка. Это наш аниматор, зовут Роберт. Вот. Тоже творческий человек. Это чукорская снегурочка. Леночка. Которые сейчас, вот, они проводят игры. Игры, как правило, здесь все время стоят на чем? Если люди начинают замерзать, игры идут активные. Если люди немножко устают, игры уже идут, более, так сказать, логические. Загадки, викторины. Вот. А может быть, мы здесь делаем театральные конкурсы, они делают. Кубик-рубик разбирают, собирают. Вот в таком. Сейчас, пока, видите, здесь печки нету. А в дальнейшем здесь будет печь стоять. И здесь будет вообще тепло. Вот. Кто собирает? Это все собираем мы сами. Есть типи, есть чумы, да? Есть вигвамы. Так вот это вот называется типи. Это с английской, это, да, как треугольник сделанный, как вигвам. Да? Чум, если вы видите, да, чум покрыт кожами, шкурами. Чум. Вот. А если мы с вами ярангу, яранга, она сделана по кругу, по кольцу, да? И она покрыта, как бы вам объяснить, не брезентом, а типа войлока. Вот. Есть юрты. Юрты это вообще большие. Это вот нашего артиста такой вот чум. КОНЕЦ Это собаке 5 лет. Мы его приобрели из Польши. Его зовут Саян. Он... Ну, мы в честь горы, гора Саян. Езжи, вот мы в честь этой горы назвали его. Он сам все... Крупнее всех остальных собак. Он в нашей стае собак вожак. То есть он главный. Он... Его... Все собаки ему подчиняются. Когда там у него нет настроения, все прячутся, когда он в плохом настроении. Он в упряжке. В принципе, он бегать не первый. В упряжке вожак лидера две разные вещи. Лидер в упряжке это у нас крайняя видка. Девочка самая быстрая, самая активная она. Она знает хорошо команды. Саян, он в стае... То есть без его согласия в стае там никто ни с кем не подерется. Две собаки дерутся, он влезет в них. Он то есть следит за порядком стае ему, грубо говоря. Это Гавриуш. Он у нас самый взрослый. Самая первая наша собака. Ему 9 лет уже. Для хасок этот уже возраст. Он бегает в последний год. Это уже много для него, что он в упряжке бегает. Но он просто так хочет, когда мы в упряжке собираем собак. Он очень проще, чтобы его с собой взяли. Он добрый. То есть он к детям очень любит. Но он сейчас то, что ему взрослый, он сейчас немножко ворчливый стоит. Он сейчас немножко потепит, что его гладит. И потом начнет бурчать. Он не укусает, но он просто бурчит. Это Буря. Это у нас волчица. Я ее называю так. Она у нее своеобразный характер. У нас вожак Саян, но Саян ее побаивается. Она у нее характер взрывной. То есть если не по ее нам не сделали. Ей без разницы, перед ней кабель Саян. Сусть кто. А вы как начали этим заниматься? Вы заводчик, правильно? Да. Ну мы приобрели первую собаку. Потом подумали, что ему лучше вкусно одному. Приобрели вторую собаку. Потом подумали, на них здорово в упряжке бегут. Увидели, как люди бегают в упряжке. Там в упряжке 8, 10, 15 собак. И мы решили хотя бы на вторую. Мы сначала на двойке бегали. Потом думали, слабо. Они мало бегали на двойке. Расстояние маленькое. Приобрели еще одного. И уж подумали, давайте удачи дальше. И мы, уверяю вас, мы на них еще не остановились. Мы еще, еще, еще будем приобретать. При затратах съезжать и сложности съезжать. То есть я там два раза в день. Утром, вечером. Кормить надо обязательно. Потом. Ну два раза в день мы определенный корм. Социально даем им для гиперактивных собак. Для, чтобы они хорошо бегали в упряжке. То есть с самыми необходимыми веществами содержат эти корма. Потом также убираем в вольере. Все это моем. Расчесываем их. Летом, я думаю, сложнее их содержать. Летом они все линяют. А не сложно им от такого количества народа? А не сексуального? Они привыкли. То есть мы с Вищенковым выезжаем в детские сады, во всякие мероприятия. То есть они привыкли к народу. Люди меньше ходят, чем было, допустим, в 2013 году. У нас по 100 человек было в 2013 году. Вот когда мы открывались. 100, по 80. Мы неделями работали. Каникулы вообще работали постоянно. А сейчас только вот суббота, воскресенье. Хочу сказать насчет легенд. У меня в самом начале, вот если честно, я в самом начале был против этих легенд. У Андрюхи было. У Андрюха говорит, давай, давай, вот что-то ближе к шаманизму. Я говорю, не надо, Андрюш. Не надо. Потому что я знаю по тому, как я в цирке, я в цирке же 25 лет проработал, я очень много объездил. Вот если вы там, на той стороне у них, и там шаманы, это приемлемо. У них это приемлемо. У нас это будет неприемлемо. Понимаете? Это будет называться то, что мы хотим какую-то культуру, какую-то веру сюда тащить. Я сам человек верующий. Но я никогда никому ничего не навязываю. Хочет человек верующий, хочет быть мусульманом, пожалуйста, хочет быть шаманом, пожалуйста. Но если я начинаю вот здесь вот под эти вот, как говорится, под их ритм, под их бубны это все делать, да, то люди неправильно иногда понимают. Вот смотрите, вот если я не умею стрелять, да, и здесь никого не будет, как я научусь? Правильно? Но если человек, который подойдет, скажет, вот у нас есть стрела, да, показывает, как правильно ее вставлять, как правильно ее запускать, вы всегда попадете. А если мне еще, как говорится, есть люди, да, которые говорят, вот вы неправильно делаете, я говорю, покажи как. Ну, покажи. Если я неправильно делаю, покажи. А если не умеешь, зачем говорить? Правильно? Поэтому я считаю так. Если что-то говорить о легендах, то не придумывать их, а знать их и жить их.